Добрый день. После всех этих разговоров о рекламе, я вот сейчас пересмотрел все, что я тут наговорил. Хочется вернуться, вот прежде чем продолжить, вернуться к истокам, к самому главному. Ради чего все вообще? Когда есть понимание ради чего, тогда с удвоенной, может быть, с удестеренной энергией человек ищет пути для того, чтобы быстро и эффективно достичь своих целей, преуспеть финансово. Поскольку мы делаем бизнес, то мы всегда должны говорить о деньгах, мы всегда должны говорить о прибыли, о повышении товарооборота, о заработках, об улучшении стиля жизни, о лучшей жизни в конце концов. Так уж устроено все, что не все готовы биться за лучшую жизнь. И когда ты делишься своей историей, хочешь кому-то помочь, в частности своим дистрибьюторам, то путь один. Надо их смотивировать, надо им показать возможности, надо им просто открыть то, чего они не знают. Попытаться раскрыть их потенциал и вселить в них уверенность, что они тоже могут достичь хорошей жизни. А хорошая жизнь – это хорошая жизнь, гораздо лучшее, чем в долгах или в нищете. Не все это осознают. Зачем? Или осознают, но не хотят смириться с тем, что надо что-то делать. И когда мы начинаем бизнес, когда мы пытаемся поменять свою жизнь, множество опасных рогаток на пути выставляют наши друзья, родственники часто, это близкие люди и вообще люди. Они почему-то не очень хотят, чтобы мы преуспели. Не берутся анализировать, почему это происходит. Всем известные вещи. Расскажу вам историю, вы поймете. Недавно имел разговор с одним человеком, моим ровесником почти. Хороший человек, достойный, вполне достойный, добрый. Серьезный и уважаемый человек, взрослый. Был у меня в гостях, в числе других гостей. Ели, пили, веселились. Мы их угощали, как могли. И потом он как бы в ответ на уровень материального достатка моего сделал так, чтобы привлечь внимание как можно больше людей и стал рассуждать. Он говорит, ну все это хорошо, говорит он. Что именно хорошо, догадывайся сам. Все это, конечно, хорошо, но вот если бы вы побывали у меня на моей работе, если бы вы видели, какие закаты я разглядываю. Я раз в три дня иду на свою работу. Он где-то, я так понял, сторожем подрабатывает, где-то на природе у него объект. И вот я разглядываю этот закат. Потом я собираю хворост. Потом я говорю, варю, значит, еду для своих собак, собачек, которые хранят там. Вот они у одной лапка болит, у другого глазик, у третьего, значит, еще что-то. Они ко мне жалуются, они ластят. Я с ними беседую, никто не мешает. Тишина, покой. Я все знаю. Я знаю, где что скрипнуло, где ветер подул, как все это происходит. Я в умиротворении, я в покое. Ну и, в общем, достаточно проникновенно, убедительно и вдохновенно, я бы даже сказал. Он рассказывал о том, как он сливается с природой, с животными и наслаждается миром и покоем. Вот, вот это счастье. Я лучше на рыбалке буду день, чем целый день буду зарабатывать какую-то там тысячу долларов. Вот такой вот подход принципиальный. Ну, мне нечего было ему возразить, да я не собирался. Я просто для себя рассуждаю. Ну, понимаете как? Конечно, не в деньгах счастье. Не деньги определяет, будешь ты счастлив или нет. Вне всякого сомнения. Это огромная тема, которую можно мусолить бесконечно. Но я просто хочу, вот хотя бы сделать какую-то прививку в отношении таких людей. Когда вы будете их слушать, то даже как-то мне действительно само стало совестно. А я дурачок, вместо того, чтобы закат разглядывать, я мотался по презентациям. А я выступал бесконечно перед людьми, а потом еще от некоторых слышал, что я нехороший человек. Но я вот что знаю. Ты, конечно, молодец, разглядываешь закат и наслаждаешься природой. И это все правильно. Но я задам вопрос. У тебя есть близкие люди, которых ты любишь, ради которых ты готов на все. Жизнь такая штука, люди попадают в беду, всякое бывает в жизни. И надо положить на стол деньги, иначе ты потеряешь человека. И не мало денег, а много, возможно. Что ты будешь делать? У тебя их нет, где даже взять. У тебя их просто нет. И взять негде. Если бы были, человек был бы, возможно, и, скорее всего, прооперирован, или, я не знаю, что, освобожден. Ну, короче говоря, деньги сделали бы свою работу. Так уж мир устроен. Но у тебя их нет. И тебе говорится, и ты говоришь, ну, не судьба. Я сожалею, но помочь мне не могли. И человек ушел. А были бы деньги, он бы не ушел. Он бы продолжал жить. Твой родной, любимый, единственный, близкий тебе. Человек, ради которого, как ты говоришь, ты готов на все. Проблема. Ты должен быть к этому готов. Ты должен быть готов к любым поворотам в твоей жизни. Я драматизирую, возможно. Но дети растут. Дети нуждаются в поддержке. Болеют. Происходят всякие разные катаклизмы. Если у тебя нет финансового обеспечения, если ты несостоятельный человек, если у тебя нет денег, если ты нищий, если ты в долгах, то ты что-то не понял. Ты не подготовился. Ты не сделал то, что мог бы сделать. Ты вместо того, чтобы разглядывать закат, мог бы попахать какое-то время. Поработать, приложить усилия, поискать возможность. Ты должен обеспечить и эту сторону своего существования. Поэтому, когда мне говорят о том, что я недуховный человек, или погряв в своих финансовых заботах и только думаю о деньгах, то я вам могу дать аргументированный отлуп, кто так говорит. Если денег нет, если ты беззащитен в этой жестокой и несправедливой жизни, если тебе приходится все время унижаться, идти к тому человеку, у которого они есть, и просить, и могут и не дать ведь, и ты теряешь то, что ты любишь, то, что в миллионы раз дороже твоего заката или собачек, которые жалуются тебе на больную лапку, несправедливо это. Если у тебя есть руки, есть ноги, есть время, есть мысли, голова, мозги, ты должен делать все для того, чтобы делать жизнь близких своих более комфортной, более защищенной, более красивой, более радостной. Какая может быть радость, если у тебя жена одевается в секонд-хенде, и ты это видишь? Если она там трусы себе покупает, если она, закрыв глаза, ходит мимо витрин, если ты сам ездишь на таратайке, если ты сам думаешь, как мне от получки до получки, как за газ заплатить, как за свет заплатить, как детей выучить, как, 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 так вот я точно знаю, никто не может меня переубедить в том, что сегодня последняя, единственная, реальная, настоящая, реальная возможность для обыкновенного человека, для маленького, для такого, как я, как много миллионов других людей, единственная возможность вырваться, прорваться, подняться, зацепиться, сделаться сильнее, реализовать свой потенциал, это сетевой бизнес. Потому что все эти традиционные возможности сегодня, они доступны только мизерному количеству людей, которые обладают целым набором необходимых составляющих, начиная со связи, с денег, со склада характера, там, и так далее, и так далее. А обыкновенный человек может зацепиться в сетевой компании, где правильная система, где правильному учат, где ему помогут, поддержат, и он незаметно для себя вырастет в личности, и у него будут полные карманы денег. И никогда не верьте тем, кто вас обвиняет в том, что вы меркантильный, что вы неправильно думаете, что вы только думаете о деньгах. Да! Я думаю о деньгах. Я делаю свою работу, думая о деньгах, о бизнесе, чтобы быть сильным, и чтобы иметь возможность помочь большому количеству людей. Вы посмотрите, что сегодня. Вот сегодня Рождество, новогодние праздники впереди, детские дома, кто-нибудь бы конфетку туда принес. На какие деньги ты понесешь конфетку в детский дом, если ты не знаешь, что тебя завтра оставят в доме, или выселят? Потому что у тебя не заплачено за квартиру за 5 месяцев, и ты не спишь с этим, как ты будешь закат разглядывать? Я желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!